Наверху текло, получается, по стыку. Погода в доме испортилась. Спрятаться от обильных осадков Сафоновы не смогли даже в собственной квартире. Потоп начался с подъезда еще три года назад. Обращались в ЖЭУ и ждали. Помощь не пришла. А вот вода уже пошла с потолка кладовки, затопила балкон. Всему виной протекающие крыши дома. У Сафоновых квартира на самом последнем этаже. Первое обращение у нас было в июне месяце. В июле, значит, у нас опять были дожди. Еще одно обращение. Видимо, потом вот они устранили, но некачественно. И уже в конце июля, получается, снова обращение. По обращениям в коммунальные службы можно составить метеодневник. А так, в ЖЭУ утверждают, сработали оперативно. Сразу же после дождя, в другой день, пошли наши работники, там кровельщики. Старый там кровельный материал сняли, новый кровельный материал положили. Там примыкания все заделали праймером и герметиком. Но встал вопрос качества. Ремонт был сделан для галочки. Тогда Сафоновые пошли выше. Сначала обратились в госжилую инспекцию, потом и вовсе написали президенту Татарстана. Реакция пошла сразу, и причем такая достаточно активная. Шли, уже еще раз все сделали. Показали нам фотографии, где, что они как отремонтировали. Залатали дыры на крыше. Коммунальщики своими силами отремонтировали и испорченный ремонт на балконе. Теперь в ЖЭО за качество отвечают. Течь не будет и в подъезде, заверили нас. А в ближайшие дни побелят и стены. На каждого нерадивого коммунальщика найдется управа. Все благодаря тому, что просьбам татарстанцев уделяется внимание на высшем уровне. Лизан Сабирва, Амир Зальшев, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова